Как взять кредит и не увязнуть в долгах? Кредит – это удобный финансовый инструмент, если знать, как им правильно пользоваться. Однако заемные деньги требуют ответственности, дисциплины и правильного подхода к выбору кредита. Из этой лекции вы узнаете о шести правилах, как избежать испорченной кредитной истории и головной боли. Правило первое. Не переоценивайте свои финансовые возможности. Прежде чем взять кредит, сделайте паузу и подумайте, насколько вам нужны эти деньги, можно ли обойтись без них и как вы будете возвращать полученную сумму. Учитывайте не только свою зарплату или пенсию, но и возможные сложные обстоятельства. Увольнение, болезнь или кризис могут нарушить самый тщательно продуманный план. Есть простая и важная формула. Размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода. Ориентируйтесь на нее. А еще лучше составьте финансовый план, чтобы точно прогнозировать доходы и расходы. Правило второе. Не берите кредит в первом же банке. Близость отделения или яркая вывеска – не лучший критерий для выбора банка. Рынок полон предложений, поэтому изучите варианты в нескольких организациях. Сравните условия и стоимость, чтобы выбрать кредит, который максимально вам подойдет. Не забудьте навести справки о репутации банка. Если вы студент или пенсионер, сообщите об этом сотруднику банка. Возможно, для вас действуют особые предложения. Вы можете обнаружить несколько привлекательных предложений от разных банков. У этих банков есть лицензии, хорошая репутация, много кредитных предложений и клиентов. Чтобы понять, какой из них подойдет именно вам, сравните условия кредита в разных банках. Сколько вы будете платить в банке, находящемся в соседнем доме, и в том, до которого долго ехать? Возможно, переплата несущественная, и на дорогу вы потратите больше денег. А может, наоборот, вы сэкономите значительную сумму. Изучите, посчитайте, и выбрать будет легко. Правило третье. Не забывайте о своих правах. Интернет полон жутких историй о жестоких коллекторах и неподъемных штрафах за просроченный платеж. Берите кредит или заем только в организациях, у которых есть лицензия Банка России. Не занимайте деньги у черных кредиторов, и тогда ничего страшного с вами не произойдет. Банки и коллекторы действуют по закону. Если кредитор оказался мошенником, который угрожает вам и нарушает ваши права, обращайтесь в полицию. Если обстоятельства сложились так, что вы не можете сделать очередной платеж, потеряли работу или заболели, не скрывайтесь, не меняйте номер телефона, а честно поговорите с представителями банка. Это не значит, что вам простят долг. Вернуть деньги придется в любом случае. Но вполне вероятно, что банк предоставит отсрочку или пересчитает суммы взносов. Например, уменьшит размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита. Правило 4. Не подписывайте договор, если не понимаете его условий. Не поленитесь прочитать весь текст договора, это сэкономит вам время и деньги в дальнейшем. Внимательно изучите все условия выдачи и погашения кредита. Обращайте внимание на комиссии, штрафы за просрочку платежей, дополнительные условия, вроде страхования. Если что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников банка, требуйте объяснить, проконсультируйтесь с юристом. Подписывайте договор только, когда вы точно поняли все условия. Рассмотрим пример. Вы взяли кредит, дома, внимательно ознакомились с договором, и оказалось, что в нем прописана страховка, причем весьма дорогая. Можно ли отказаться от нее? Да, вы можете отказаться от страховки при определенных условиях. Для этого есть так называемый период охлаждения, срок, в который вы можете отказаться от ненужной услуги. Сейчас он составляет 14 дней, но есть вероятность, что по кредиту без страховки ставка будет выше. Сначала просчитайте оба варианта, со страховкой и без. Правило пятое. Не тяните с погашением кредита. Соблюдайте график выплат и не откладывайте очередной платеж на последний момент. Имеет смысл заложить 5-7 рабочих дней до даты платежа, чтобы деньги успели поступить на счет. Не лишним будет поставить напоминание в смартфоне или повесить яркий стикер на видное место. Если появилась возможность погасить кредит заранее, воспользуйтесь ею. Это убережет вас от возможных проблем в будущем. Вдруг возникнут сложные обстоятельства, и вы не сможете уплатить очередной взнос. Если вы потеряли график платежей, вы можете восстановить его в отделении банка, который выдал вам кредит. Уточнить суммы и сроки выплат можно также по телефону горячей линии банка. Кроме того, график платежей, скорее всего, отображается в интернет-банке, если такой сервис есть у вашего банка. И не забывайте, у смартфона есть функция напоминания. Воспользуйтесь ею в следующий раз. Правило шестое. Не забудьте закрыть кредит. Если вы сделали последний взнос и, кажется, закрыли кредит, не спешите вздыхать с облегчением. Позвоните на горячую линию банка, еще раз подтвердите закрытие кредита или получите справку. Проверьте свою кредитную историю. Два раза в год ее можно получить бесплатно в кредитном бюро. Чтобы узнать, в каких именно кредитных бюро хранится ваша история, нужно отправить запрос в центральный каталог кредитных историй. Проще всего сделать это онлайн, через портал Госуслуг или через сайт Банка России – cbr.ru. Ответ придет в течение трех дней. Вам сообщат, в каких бюро хранится ваша кредитная история. После этого ее нужно будет запросить в каждом из этих бюро. Для этого есть несколько способов. Заявка через сайт бюро, запрос с телеграммой, обычным письмом или личный визит в офис бюро кредитных историй. Проверка кредитной истории должна подтвердить, что ваш кредит закрыт. Если в кредитной истории вы видите иную картину, вы можете подать в бюро заявление о внесении изменений или дополнений в кредитную историю, подтвердив закрытие кредита документами из банка. Бывает, что у вас появилась возможность досрочно закрыть кредит. В этом случае нужно избегать типичных ошибок. Рассмотрим пример. Вы собрались закрыть кредит досрочно, позвонили в банк, узнали, сколько осталось уплатить, чтобы погасить кредит, и перевели банку всю необходимую сумму. Наверняка вы обрадуетесь, что отделались от долга, да еще и сэкономили на процентах. Каково же будет ваше удивление, когда некоторое время спустя вы получите известие от банка о том, что проценты продолжают начисляться. Как же так? Скорее всего, вы просто положили на счет деньги и никак не оформили досрочное погашение. Банк списал очередной ежемесячный платеж, а оставшиеся деньги по-прежнему лежат на вашем счету. Условия досрочного погашения прописаны в вашем договоре. Уточните, как это сделать правильно. На всякий случай лучше взять в банке справку, что кредит закрыт. Избегайте типичных ошибок при получении кредита, не торопитесь и не жалейте времени на изучение нюансов, чтобы кредит стал для вас полезным финансовым инструментом, а не источником проблем. Редактор субтитров А.Семкин